Доброго времени суток, друзья. Здравствуйте, гости, подписчики канала. Сегодня видосик... Ну, спросили мнение, я выскажу. По поводу новых такс, которые вступили в силу с 12-го числа, 10-го месяца, 21-го года в Украине. Значит, это государственное агентство увеличило размер такс за незаконный вылов рыбы. То есть, это утверждено было кабинетом министра Украины, а 21-го листопада 2011-го года были предыдущие, которые посчитали теперь неактуальными. В связи с этим они увеличили, ну, не знаю как, скажем так, космическое количество раз. То есть, если, допустим, я таблички вставлю... Ну, это приблизительно, как, допустим, вы засыпаете, у вас доллар, ну, абстрактно берем там 2 гривни, да, или там 2 рубля, или 2 турика. Просыпаетесь на следующий день, а у вас с утра уже не 2, а 2 тысячи. Вот приблизительно вот такое количество раз они там поувеличивали. Ну, это, как говорится, сложно общаться с людьми, у которых заработная плата, условно говоря, там 100 тысяч долларов, да. Конечно, они не понимают, какой это штраф там в 17 гривен, в 20, 25 гривен за одну особь, повторяюсь, не в целом. То есть, они не понимают, что такое штраф за 1 доллар, да, за одну рыбу. Им сложно понять, что то, что они даже объявляют, что там средняя зарплата по стране 10 тысяч или там 12, я не знаю, что они там лепят по телевизору. Вот. А штрафы у них, ну вот, вот такие вот, как есть, они приняли. При том, что, ну, я не в первый день бегом тут видео наваливать, да. Почитал, как оно там все вспыхнуло в социальных сетях, посмотрел видео, которые уже вышли. Ведь аргументы разные, и за, и против. Кто-то говорит, не нарушай, не будешь платить. Кто-то говорит другое. Я, например, могу как аргумент привести такой пример, что какой-нибудь там дед, у него нет телевизора, или он его принципиально не смотрит, вот как я. Я не смотрю телевизор, как телевизор с 2004 года. То есть, у меня смарт, я там, ютуб, социальный, вот это я в телевизоре, больше ничего. Вот эти государственные сети, я, как бы, если бы не другие социальные сети, я бы не знал про это все. То есть, а есть люди, у которых, ну, нет смартфона, или они не умеют им пользоваться, такие тоже есть пожилые, он может влететь на это дело. Вот, и про его пенсии, там, в 3000 или в 2000 гривен, опять же, говорят, не нарушай, если он не знал. Ну, это все зависит такое. Галя-тополя зависит от того, кто будет взимать эти штрафы. То есть, люди работают в рыбинспекции или дятлы, вот это, вот, как бы, основное. Мой личный опыт, это за всю мою рыболовную карьеру, я, кстати, за границей тоже встречался с этим делом, я об этом обязательно расскажу. У меня был такой, ну, не инцидент, но неприятный случай. Вот, ну, вот в Украине, да, начиная в советские времена, очень-очень давно, я еще был пацаном в школу, ходил там в пятый класс. И, кончая, вот, уже нынешними временами, уже независимая Украина, те мои разы, которые я, ну, сталкивался с рыбинспекцией, или как она там называется, мне все равно. В общем, я ее буду называть рыбинспекцией. Довольно-таки адекватно, ну, скажем так, не хомовито, можно даже сказать, доброжелательно. То есть, если ты не быкуешь, ты человек, то и к тебе по-людски относятся. Ну, вот у меня лично такой, вот, как бы, опыт общения, не знаю, может, у кого-то, естественно, что я не ставил сети, да, бывало, я выходил в то время, когда нельзя, вот, это было. Ко мне подъезжали, показали, ну, просили, попросили показать снасти, на что я ловлю, посмотрели, сказали, извини, дорогой, время твое вышло, сейчас не то время, пожалуйста, уйдите, и все. То есть, никто мне сразу руки за спину, мордой в пол не делал. То есть, я не знаю, как в других регионах, у нас работают нормальные, ну, во всяком случае, из моего опыта люди. Вот, поэтому я надеюсь, все-таки, что у нас, как бы, сначала пройдет какой-то адапционный период. Вот, конечно, маразм полный, я вам так скажу. Почему? Потому что, ну, наказание человека должно, ну, соответствовать его доходу. Вот, мне нравятся вот законы, которые работают в Швейцарии. Там любой штраф накладывается, не определенная сумма, да, а в зависимости от твоего годового дохода. И вот они, рекордсмены, если я не ошибаюсь, может, уже, как бы, нет в мире, по самому большому штрафу в мире. То есть, человек за превышение скорости заплатил около 500 тысяч евро, если мне не изменяет память. То есть, у него годовой доход большой, то есть, бессмысленно там ставить 5. 5 тысяч он даже не заметит. Вот. 5 тысяч для обыкновенного человека, это вся его зарплата и так далее, при том без налогов, да. То есть, это для него катастрофа. 5 тысяч для этого нет ни о чем. Вот это, мне кажется, более разумно, но, опять же, меня же никто не спрашивал, они ввели и ввели. У них там свои космические, что они там курят или что едят, грибы или траву, я не знаю, может, дорожки себе делают. Ну, вот они такое ввели, ради бога. Притом, скажем так, ну, вот опыт у меня есть рыбалки в разных странах, да, я знаю, какие штрафы там. Я знаю, как устроена рыбалка в разных европейских странах и даже в некоторых, например, в частности, в Германии, как в некоторых землях она устроена. Ну, поверхностно, недосконально, конечно, ну, как бы я так все-таки с людьми вместе, у меня есть, ну, не лицензия, как сказать. В общем, разрешение на рыбалку в Германии, поэтому я рыбачу по всей Германии, в Голландии, в общем, во многих странах. Я не про это сейчас, я, ну, как бы представляю, как устроено там. Там фиксированные штрафы, но они адекватные и, скажем так, поведение, слух народа или, скажем так, нет, это некорректно, наверное, будет политически, поведение карающих органов там очень адекватно. Я вот вам расскажу пример. Мы рыбачили в Голландии. Для того, чтобы там рыбачить, в этом месте, это такой, ну, центр города, канал, но это такое место, где ихний вот рыболовный клуб, да, там надо взять лицензию, купить. Лицензия эта стоит 4,50. Ну, это так, чтобы понимание, двух бутылок пива, то есть это недорого. Две бутылки пива стоит лицензия на сутки порыбачить. Купить ее можно, ну, во многих местах. Мы, например, покупали ее в книжном магазине. То есть мы зашли, да, он говорит, у нас есть. Она стоит там дешевле, может, там хозяин книжного магазина там себе 50 центов наварил или 1 евро, без разницы. Ну, я зашел в магазин и я ее купил. Но это бланк такой чистый. Его надо заполнять, написать свое имя, фамилия на ангельском языке, число, дату, когда ты начинаешь рыбачить. Вот. В этом месте рыбу изымать нельзя. Ее можно только поймал и отпустил. И вот мы там рыбачим. Приезжает проверяющий, дедушка такой. Ну, за 70 явно. Гуля-гуля, поскольку полиглот из меня хреновый, мягко выражаясь, я зову Вадика. Вот. Вадик хоть по-голландски не понимает, но он говорит по-немецки. А голландский-немецкий это приблизительно как... Ну, допустим, я пойму белоруса. Да, белорус поймет меня. Если я заговорю на украинском, я думаю, что и белорус поймет меня, и какая-то часть русских. Ну, в общем, это схожие языки. Вот он мне объясняет. Гена, елы-палы, ты, говорит, число не поставил. У меня умысла не было, мы купили сразу несколько этих лицензий. То есть, ну, как бы, чтобы потом не искать, мы приехали, допустим, в 4 утра и начали ловить. То есть, это не просто, ну, ку-ку, не сработало и все. Вот. И дед этот говорит, что, мол, так и так, у тебя нет этой самой, если сейчас полицию вызову, тебе будет штраф 500 евро. Я говорю, ну, ошибся, ну, случайно, дай мне ручку, деду этому, я сейчас допишу число. Он говорит, у меня нету ручки. Вадя пошел в машину, принес ручки, я дописал. И дед, 5 минут, человек, который мог вызвать полицию, тупо, приехала бы полиция, четко бы мне выписала штраф. И заплатил бы я пятихаточку. То есть, дед этот 5 минут передо мной извинялся, он мне рассказывал, говорит, извини, говорит, ты на меня не обижайся. У меня просто такая работа, я обязан это делать, такой порядок. Вот вы знаете, после такого, ну, я это назвал инцидентом, да, но после такого, ну, общения с такими органами, да, на душе как-то приятно. Я могу рассказать еще несколько случаев, как нас полиция останавливала на автобане. Тоже там штрафы, кстати говоря, они маленькие. Вот если вы, допустим, не заправились, ну, вы знаете, что впереди заправки там какой-то количества километров нет, и вы остановились на автобане от того, что у вас просто кончился бензин, вам тоже лопят штраф 500. Плюс еще вызовут эвакуатор, вы заплатите за... И никого не интересует, что у вас кончился бензин. Вы обязаны были это предусмотреть. То есть, есть какие-то правила игры. Нравятся они нам, не нравятся. Вот мне, например, как бы наши, не очень нравятся, непонятные. Но они есть, и их надо соблюдать, это однозначно. Я не скажу, что я тут весь святой. Да, как бы у меня тоже бывает рыло в пуху, я бывает там поймаю больше трех килограмм. Это бывает. Вот. Но у меня нет никогда цели набить мешок. И, ну ладно, я не буду тут ни оправдать, ни ничего. Просто рассказываю, как бы, свое мнение. Вот смотрите, допустим, тот же нерестовый запрет. Вот сейчас у нас настанет 1 ноября, и нам влупят все. Остановят навигацию, как бы там влупят зимовальные ямы, там по 40 километров. Да, яма, вот как в прошлом году было. От Днепрогресса до Лысогорки. Кто в Запорожье, тот понимает, о чем я говорю. Это вот практически весь город идет, а город у нас немаленький, да, там. Но если кухортится 18 километров, ну, я думаю, километров 50. Получается такая вот зимовальная яма. Вот, сплошная. Это будет с 1 ноября. Хотя не то, что в прошлом году там снег. Да даже листья не опали, трава зеленая. В октябре, ну, в сентябре точно купались. Мы выходили с Пашкой на лодке, рыбачили, люди на пляже загорали, все это было. У нас было тепло. Сейчас, конечно, прохладно, но не в этом суть. Суть в том, что объявляется, как бы, зимовальная яма. Притом там, где ее не должно быть. С нерестовым запретом тоже у нас какие-то там, ну, когда ты не знаешь, как в других странах. Оно вроде бы и нормально. Всю жизнь у тебя так было. С такого числа по такое число. И все, и капут. В Германии, например, такого слова нерестовый запрет нет. Они немножко по-другому подходят. И мне кажется, это очень рациональный, как бы, подход. То есть в то время, когда щука мечет икру. Нельзя ловить щуку. Но если, а как вот если она клюнет? Если она клюнет, ты ее вынужден отпустить. Не вынужден, а обязан. Притом, если у тебя будет поводок металлический или еще какой-то, да? Кевларовый там и прочее. Ну, то есть это явно от щучьих зубов. Вот. И приманка-вертушка. Хотя тут можно как бы еще на окунь. То тебя обязательно оштрафуют, потому что ты ловил именно щуку. Проходит, скажем так, запрет ловить щуки. Наступает запрет ловли судака. После судака наступает запрет ловли форели. И так постепенно они вводят, ну, как бы, ограничения на вылов определенного какого-то вида рыбы. Определенного, повторяюсь. И рыбак не чувствует себя вот как у нас, да? Начинается свистопляска, ломка-шлемка. Вот Никита, да, приятель мой, который зубной врач, доктор. Он вот отрилили, четыре назад. Куплю лодку, металлический корпус, все, мотор. Потом, говорит, посчитал. Мы восемь месяцев не можем на ней выйти. Нахер она мне нужна. То нерестовый запрет, то запрет навигации, то какие-то ямы. В общем, короче, дебилизм полный. По поводу норм вылова, я не знаю, ребята. Мне и три килограмма хватит. Конечно, хотелось бы пять. Особенно, когда ты на рыбалку ездишь редко. Вот. То есть, нет возможности там через день на ремень, через два на службу. Если ты один раз в неделю, или там один раз в две недели, и вообще время от времени. И ты, наконец, попал на клев, хочется немножко больше. Но опять, если у тебя цель добычи, то это немножко другое. Цель получения удовольствия, все-таки это немножко в другую степь, я скажем так. Тем более, как бы, если ты хочешь просто ловить и получать кайф, но это, конечно, не ко всей рыбе относится. Ну, допустим, к большинству белой. Поймал, выпустил. Вот взял себе три килограмма, и лови себе дальше, кайфуй. Надоело тебе, поехал домой. То есть, я, в принципе, согласен на три. Будет пять, будет еще лучше, скажем так. Во всяком случае, мое убеждение, что любительский лов рыбы, он не так ущербоносен для среды, как промысловый. А с промысловым у нас полная задница, ребят. Это я вам точно могу сказать. Вот если бы запретить промысловый лов рыбы во внутренних водах, хотя бы лет на пять, на семь, у нас было рыбное поголовье, так выскочило, так бы поднялось, что это было просто шикарно. А у нас сети стоят круглый год, и зимой, и летом, зимой сподо льда. По поводу нереста, врать не буду, как бы, они как бы убираются. Может быть и есть, но я лично не ходил, не смотрел, как бы, это самое. Но мне кажется, что все-таки с этим делом у нас более... Но зато, когда нет нереста, это просто задница. То есть ты вот так вот, руль, как на машине у тебя в лодке. Потому что там баклажки, там плюс еще эти якоря ставят, тоже пуки баклажек. В общем, печалька с этим делом. Но это такое. Теперь по поводу, скажем так, ну, самого количества вот этих, ну, денег, которые тебе придется заплатить. Мне тоже как бы вот непонятно. Я ради интереса посмотрел. Зашел на сайт, ребята, вот сейчас я попробую еще раз войти. Я вам скажу. Ну, наберите, во всяком самом случае, самостоятельно лицензию на промышленный лову рыбы в Украине. И, честно говоря, вам это очень сильно понравится. Значит, смотрите, что я вам скажу. Так, секундочку. Не хочу быть голословным. Значит, заявка рассматривается в течение 20 рабочих дней. Значит, юридические услуги, которые вы оплатите, это будет 3000 гривен. И за саму лицензию на вылов рыбы вы заплатите одну минимальную зарплату. Сколько у нас там там? 6000, по-моему, сейчас, да? Вот смотрите, за 9000 гривен, 300 евро, чуть меньше, да? Вам там квоту какую-нибудь дадут, я не знаю, там, 100 тонн, 1000 тонн, 200 тонн. Ну, то есть, 9000 гривен. Я покупаю лицензию, ловлю те вот эти перечень, которые я в таблицах вставил, видов рыб, без всякого зазрения совести, тоннами. Заплатив 9000. А тут переплатив, да, там, 10 рыбешек. Я не плачу, поймите меня правильно. Ну, как-то оно, закон этот повернут не в сторону защиты окружающей среды, а в сторону изъятия денег и наказания, ну, не знаю. Разные есть версии. Я не сторонник ни одной, ни другой. Там, вот, мол, теперь все, теперь бедных рыбаков защемят, а браконьеры как ловили, так и ловить будут. Я не думаю, что все это так. На самом деле, вот так как все плачутся, сопли на кулак наматываются. Да, есть браконьеры. Вот, но я уверен, что с ними тоже борются. Не со всеми, не знаю, как бы. Вот, для того, чтобы это утверждать, надо поработать в этой системе. Тогда можно выйти и сказать, что я там работал, я знаю, что вот берут взятки, берут это. Повторюсь, мой личный опыт, такого я не имею. Поэтому я на эту тему ляпать языковым не буду. А сопли на кулак наматывать, ну, можно, конечно, но неинтересно. Вот. Разные, как бы, опыты у меня есть. Вот, допустим, тоже по поводу платной рыбалки. Я бы с удовольствием брал лицензию, но чтобы было больше порядка. И на воде, и на берегу, и везде. То есть, допустим, вот когда мы были в Норвее, чтобы ловить форель, здесь лицензия на год стоит 10 евро. На озерную форель, повторюсь. На море вообще ничего не надо. Ни норм вылова нет, ничего нет. Лови сколько хочешь. Единственное, есть ограничения по размеру. Ну, тоже, малька брать нельзя. Надо рыбе дать возможность вырасти. Но есть ограничения по вывозу. И по продаже, самое важное. Вот самое важное. То есть, поймав тону рыбы, а это реально, да, в Норвее. Ты не имеешь ее права продать, и не имеешь права увезти с собой. Ну, адекватный человек скажет, а нахрена мне тогда тонна? Если я ее не могу увезти, сожрать ее всю не сожру. И не могу продать местному. Вот и все. И решение всех проблем. То есть, нормальный, адекватный человек, он тону рыбы не поймает. Он поймает, сколько ему надо, сколько он сможет увезти. И на этом... Не, есть, конечно, и там нарушения тоже. Мы не одиноки в этом. Я вам сразу скажу. И шведы, и финны, и немцы, все там как... Не все. Но есть люди, которые вот именно вот из этих стран относятся к этому делу так, что просто диву дается. Морозилки, рефрижераторы. Вот, пример, мы с Володей когда были, он нырял, говорит, одно время сюда, говорит, заезжали шведы с аквалангами. После них была пустыня. Ничего не было. Ни лобстеров, ну, амаров, да, ни гребешка. Они выгребили здесь пустой берег. Говорит, я приезжал, привозил из Германии акваланг, нырял в других местах, привозил эти гребешки и здесь переселял, чтобы они здесь появились. Вот, даже спустя 5 лет после этих шведов. А он там рыбачит, кстати, около 25 лет. Вот. Появились гребешки. И мы в том году, как бы, и то... Вот смотрите, вот это вот мне нравится, отношение к природе. Мы поймали... Ну, мы... Вова поймал с аквалангом. Там два или три ящика. Мы принесли их домой. Воды Вова заставил набрать. Ящики эти с водой перемерили все. Те, которые не соответствуют размеру. Вова погрузил машину, привез и выбросил обратно в море. Ну, не выбросил, а выпустил обратно в море. Вове этот штраф и не нужен. Он, как бы, и сам понимает, что... Ну, не знаю, ребят. Вот сложное у меня, как бы, это самое. Надо этот этап пережить. Посмотрим, как себя будет вести инспекция. Потому что там тоже работают люди. Если вы сразу с нахрапа начинаете с ними разговаривать, как они тебе враги. Естественно, когда человек относится ко мне по-вражески, я к нему буду относиться по-вражески. Вот. Люди тоже есть разные. Есть адекватные, есть неадекватные. Тут даже не зависит от того, рыбак ты или инспектор. Хамло и быдло. Оно, блядь, и на рыбалке хамло и быдло, и на берегу. И, блядь, в этом самом... В инспекторской лодке или в полицейской машине тут не не форма и значки различия. Тут суть человека важна. Вот, мне кажется, самое главное. А еще что-то рассказать. Ну, какой смысл? Ребята, мы это изменить не можем. Они уже приняты. Может быть, поменяется власть, что-то изменится. А может, через 5 лет или там гораздо раньше срок эти все штрафы окажутся настолько мизерными. Потому что, как бы, некоторые из вас в силу своего возраста не помнят зарплаты в 10 миллионов, в 15 миллионов, в 20 миллионов. А я это все прекрасно помню, когда тухли стоили 2 миллиона. Так что, все возможно в этой стране, ребят. Самое главное, прежде всего, не кипишевать. Давайте пожимем, увидим, как это и к чему это дело все приведет. Если это дело приведет к порядку и не будет того, чего творилось у нас на вырве, когда мешками рыбу перли, я буду только рад. Если будет щемить всех подряд и, ну что, буду, как бы, доволен, недоволен, как бы, это никого не интересует. Во всяком случае, какой-то промежуток времени я буду следить за всем. То есть, у меня будет кантер. Хотя раньше я так приблизительно понимал, что все, хватит и можно ехать. Хотя, повторюсь, тоже рыло в пуху. Я бывало на удочку, мы с Пашей садились, там карася верховода очень много ловили, очень. Остановиться тяжело. Выпускать верховодку смысла нет. Или там, а, перевернулась, пока ты ее вытянул с этого мелкого крючка. Но это не оправдание. Я нарушал, признаю. Поэтому сложно, как бы, чего-то говорить. Оправдывать тех или других. Давайте переживем эту ситуацию, посмотрим, чего будет. Поскольку, буквально там, года три назад такое же было в Российской Федерации, там тоже такая волна поднялась. Все, будем продавать лодки, моторы, нахер это надо, там, штрафы сумасшедшие, 100 тысяч, 200 тысяч. Все это у них... Единственное, что у них непонятно, там, дебилизм. 200 метров до воды нельзя подъезжать. Хотя, будучи на Кипре, там тоже есть штраф, если вы поставите машину, но там, вот эти вот, их не водоемы, где мы ловили баса, да, на Кипре, они являются, это питьевой, резервуар питьевой воды, такой, он практически не, ну, неестественный, ну, и не искусственный стоп, но, они искусственно созданы, ну, надо туда, с гор, с рек, дождь, короче, это вода, которая питьевая, которую они пьют, поэтому об этом они очень сильно заботятся. И вот там, насколько я помню, штраф 8 тысяч евро, либо 6 месяцев тюрьмы. Ну, опять, оно же, понимаете, закон, что дышло, куда и повернул, туда и вышло. Басмачей, это я так называю, может, некорректно политически, ладно, людей, которые приехали из других стран, не из цивилизованных, которых на все насрать, вот, они практически не трогают. Почему? Потому что денег у него нет, заплатить штраф, а в тюрьму ему только за радостью. Он сядет, его там будут кормить, он будет жрать, книги, телевизор, его будут обучать какой-то профессии, это обойдется гораздо дороже государству, чем закрыть глаза на него. Хрен с ним, пусть он поставил там, ближе. Я не помню, вот, метраж не помню, не 200 метров, как в России, но тоже есть какое-то там. Вот, ну вот смотри, пережили они там в РФ, и рыбачат, и как бы, все нормально. Да много у меня вопросов по этой херне, которая у нас творится, по тем же правам, по тем же регистрациям. Вот, кто в Швеции живет, напишите, со скольки там регистрируются лодки, и со скольки нужны права. Про Норвегию расскажите, как там управляют. Короче, ребята, лучше не знать от того, что за пределами нашей страны, иначе становится очень печально. Очень. Во всяком случае, правду говорят мудрые, познание увеличивает скорбь. На этой, скажем так, оптимистической ноте, потому все-таки, я надеюсь, что это будут делать люди, и люди адекватные, ну, я имею в виду, которые с погонами, законы и так далее. Мне все-таки хочется в это верить. Давайте поживем, увидим, а потом посмотрим, через год или через два. Потому что я помню, 94-й год, когда мессия Бляхомуха Ющенко разогнал ГАИ. Вспомните, ребята, у кого возраст позволяет, да, кто ездил за рулем, когда полицейским дули вот так показывали. Он стоит, бедный гаишник, ему ничего нельзя, он как бы, его еще не уволили, но он уже никто. И едет, и дули, и дули им тыкали. И что было через два месяца? Всех, кого я знал, всех, которые за рулем, плакали, говорит, Боже, хоть бы вернули назад, потому что, говорит, одно бычье, одно все лезут, так никто правила не соблюдает. Невозможно стало ездить на дорогах? Вели полицию, опять не так, вот полицейские козлы, и так далее. То есть нам не угодишь. Нам вот как бы, нам бы, чтобы все было хорошо, а закон для других. Вот тогда у нас порядок. Ну что ж, мы так устроены. Не знаю. Нравится вам то, что я наговорил или нет, но во всяком случае, это мои мысли, основанные на моем жизненном опыте, и на моем видении этого мира. Они такие. У вас они другие, ради бога. Я вижу эту ситуацию так. Она мне неприятна, как и вам всем, но от того, что идет дождь, и она мне не нравится, это не значит, что я ненавижу дождь, потому что я не могу это изменить. Вот как-то так. Поэтому всем мира добра, не попадайте на эти штрафы. Ну старайтесь хотя бы чуть-чуть соблюдать законы, нам всем вместе станет жить гораздо интереснее. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok